Огромная масляничная кукла, 16 метров, высотой с пятиэтажный дом. Такой нет ни в одном округе Подмосковья. Изюминкой главная хранительница веселья. Вокруг нее развернулось массовое гуляние. Сытая, веселая, с блинами и кашей из топора. Или просто гречкой с тушенкой. Три с половиной тысячи блинов приготовили для жителей округа. Никто, не отведавший главного угощения, не уйдет. Угощаем наших жителей, поздравляем всех с праздниками. Конечно, заряжаем позитивом, чтобы все ушли с праздника с хорошим настроением, сытые, довольные, вместе с своими семьями, друзьями, родными и близкими. Масленица – самое подходящее гуляние, где можно показать свою богатырскую силушку. Не просто перетянуть канат или побить подушкой, а, например, сделать блин из самой сковородки или порвать грелку. Выступление силачей произвело фурор у детей и взрослых. Андрей и Сергей – актеры особого жанра. Надо прокачать не только артистизм, но и накачать мышцы. Это упорные тренировки в зале. Мы с Сергеем – актеры, снимаемся в кино и занимаемся силовым шоу, в спортзал. И перешли в артиста, как говорится, больше. Вот такой, да, цирковой жанр, скажем, силовой. Выступаем на мероприятиях различного уровня. Особенно приятно выступать на таких общегородских мероприятиях, когда много детишек, подрастающих молодежи, которым можно показать возможности человека. И, возможно, кого-то из них мы, скажем так, заразим вот этой любви к спорту. Хороводы, конкурсы, выступления, творческих коллективов и, конечно, конкурс тряпичных красавиц – главных героинь праздника. Мастерицы клуба «Рукодельницы» с Данилова принесли на конкурс куклы. Одна из них – съедобная Барби. Русский стиль из блинной накидки. Ну, я делаю их давно. Он делала только для своих, ну, для себя дома. Особенно никуда не выносила, не показывала. А вот как стала в клуб ходить, вот решила почему-то сегодня приехать и представить ее. А большую куклу сделали специально для праздника. Ее жечь не будут, а ставят как раритет. Куклу шили около двух недель вручную и заложили в нее особые смыслы. И кокошечек на ней не случайно. Этот кокошечек называется шишак. Он венчальный. И вот когда при венчании, сколько на нем шишечек, столько желаем деточек. Конкурс масленичных красавиц прошел и в Красноармейске. На выставке обрядовых кукол «Маслена. Красная девица» представлено 15 работ. От образовательных центров города Красноармейска и МГТУ имени Баумана. Красавица с ландышами вообще привлекает внимание. Здесь куколки с блинами, с баранками, с ложками, с икрой даже. Есть даже очень оригинальное чучело. Это вот то чучело руби с рогами. Это явно что-то древнее, языческое. Настроение задавали народные коллективы и фольклорные ансамбли города. Игровая развлекательная программа «Ух ты, Масленица» собрала самых маленьких гостей праздника. А представительницы старшего поколения задавали тон празднику. Веселились. Очень день хороший, погода замечательная. Праздник вообще обалденный. Все здорово устроено. Куклы, блины, еда. В городском округе Пушкинске всего работало 22 площадки для гуляния. А в конце традиция сжигания чучела масленой. Уходи, зима и все плохое. Наступай весна. Теплу дорогу. Анастасия Спирина, Мария Лихобабенко, Владимир Парфенов, Никита Марковненков, Яков Глэйзер. Новости Большого округа.